Здарова, микрофону я Молотикс и в данном видеоролике будет новый очередной обзор. На этот раз я скачал метро и как бы да, ой ё-моё, чё опять фрезанула-то, второй раз записываю и чё-то как-то, ой, и чё-то как-то не очень. В общем, смотрите, значит я скачал мод на метро, точнее метропак вроде бы, состоящий из множества метро, так сказать. Поэтому вот, и сегодня у нас будет обзор его, опять у меня залагало, так, секундочку, опа. В общем, давайте вы подпишитесь на канал, у нас пока что 633 подписчика, как вы могли заметить, и я хочу, чтобы было 1000. Давайте мы до конца лета дойдём до 1000 подписчиков, это у меня цель, реально цель. У меня ещё никогда на канале не было 1000 подписчиков, а я уже 5 лет на ютубе, и как бы, помогите мне что-ли, пожалуйста. Если вы подпишитесь на канал, поставьте лайк, это будет очень круто, а если вы ещё и друзей своих позоветели, это будет вдвойне круто. Поэтому, реально, вся поддержка только зависит от вас, и получается, видосы, получается, могу записывать только для вас, поэтому вот. Надеюсь, вы поняли, и вот. Вот, вот, и да, я ещё, кстати, создал бусти, там я буду выкладывать секретные видео, если вы хотите посмотреть секретные видео, то переходите по ссылке в описании и закрепленный комментарий. Там я всё рассказываю, в принципе, ну и пока что ещё ролик не загрузил, поэтому вот, держу вас. Так, а, я думаю, что это такое? В общем, вот, давайте у нас первый обзорчик на метро. В общем, первое метро у нас это Москва, так сказать, вот он. Кто катался, да боже, что так лагает, лоа. В общем, кто катался, напишите об этом в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Вот так он в майне выглядит. Кстати, если что, это версия 1.12.2, поэтому вот, держите в курсе. И Forge Optifine, поэтому вот. И да, кстати, если вы хотите, чтобы я скачал этот мод, как вам, ну, скачать этот мод, то давайте наберите 20 лайков, и я думаю, вы быстро с этим справитесь, и я вам покажу, как же его устанавливать. На самом деле, он легко как устанавливается, поэтому вот. И давайте же сядем, так, посмотрим, что тут, да как. Вот так вот забросить. В общем, вот такой вот салончик она встречает, в принципе, неплохой. Ну, текстурка, понятное дело, но, в принципе, неплохо, уже. Так, значит, дверь открывается со звуком специальным, даже закрывается вроде как со звуком. В сеттингах, что у нас тут есть? Свет можно включить, потом загрузка чанков, место прибытия, вот если там было, что там у нас было? Котельники, то, в принципе, можно поставить на какую-нибудь планерная или... Ну, короче, если вы знаете такую станцию, я, честно, нет, у меня, тем более, в городе метро нет, поэтому вот. Как бы, вот так вот оно, вот так вот выглядит. Вот, в принципе. Ой. Нов и Осиневская. Ничего себе, какие вот там станции есть. Ну, это, значит, в Москве такие. А то я просто в Москве бывал, да и скоро побываю, в принципе. Ой, а то что-то ошибка. Потом, что ещё хочу сказать. Ну, в принципе, мне метро нравится. Вот реально, метро мне нравится. Кстати, ещё напишите в комментариях, катались ли вы хоть раз на метро. И вот. И да, кстати, вот эта зелёная подсветка, это реально, как и в метро, то есть в настоящем. Там зелёная подсветка, только жаль, когда ты закрываешь двери, там красной подсветки нет. Вот это обидно. Но так сделано очень круто, реально. Ну, и всякие разные другие, всякие станции есть. Поэтому вот. В принципе, можем промотать на эту. И самое интересное, самое интересное, на всех вот этих вот метро, которые я вам покажу сейчас, в них есть информатор. Реально. Только, правда, женской версии, не мужской, но, в принципе, какая разница, всё равно. И это очень круто, реально. Вот только послушайте. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, просьба соблюдать спокойствие. Поезд скоро отправится. Уважаемые пассажиры, будьте осторожны. Поезд отправляется. Конечное. Поезд дальше не идёт. Просьба выйти из вагона. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. За нахождение в поезде следующим в тупик, в соответствии с законодательством Российской Федерации, предусмотрена административная ответственность. Ну, в принципе, как-то так. Дальше я мотать не буду, потому что там у меня что-то всегда лагает и не может оттормозить. Не знаю, как у вас. Поэтому вот. Ну и давайте посмотрим, как выглядит салончик внутри. Кстати, он ещё, метро издаёт ещё звуки интересные, поэтому вот. Надеюсь, тут можно будет прийти. Ого! Ну, в общем... Ой, ё-моё, что так лагает? Сейчас, секундочку. Где у меня тут оно? Оп. В общем, вот такие с логотипом М. Метро. Московское, наверное. И вот. Вот так оно выглядит. И я в нём, кстати, катался. Это очень клёво, на самом деле. Ой, что-то я застрял немножечко. Ну, в общем, как-то вот так он выглядит. И как бы да. Потом на стримах когда-нибудь я вам покажу это, какие звуки он издаёт. Кстати, звуки реально реалистичные. Вот серьёзно. Вот звуки у всех. Они, кстати, разные. И они очень крутые. Реально. Поэтому вот. Это был обзор на Москву. Сейчас обзорчик на... Это вроде бы ОК, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, вот. Так. Вот такой у нас встречает салон. Вот. Вот так вот. Неплохо, кстати, сделано, на самом деле. Тут уже больше текстурок добавлено, в принципе. Ого. Ой, ё-моё. Ого и... Ого, в принципе, да. Вот такой у нас, значит, встречает кабина машиниста, поезда, метро. И, в принципе, всё точно так же. Все уведомления также будет озвучивать какая-то там женщина. И вот. В принципе, интересно. Реально очень интересно. И сделано очень круто. Да и, в принципе, все метро сделаны реально клёво. Так. И вот как салончик выглядит. Вот так вот выглядит. Ой, ё-моё. Ну, это, наверное, из-за того, что куча метро сделана тут. Добавлено. То есть, вот, добавлял всякого разного. Так, давайте тогда дверь откроем. Это что это такое? Так. Ну, и вот. В принципе, вот так оно и выглядит. Далее. Что у нас идёт далее? У нас идёт какой-то там юбилейный. Точно я не могу сказать. Так, сейчас посмотрим. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Сейчас он у меня пролагает. Кстати, сорян, залаги, я ничего не могу поделать. Уж, увы. Поэтому вот. Он, кстати, видите, как он всех длиннее просто получается. Вот так вот как-то. Так, давайте посмотрим, что, какой салон внутри. Так, это, кстати, вроде в Петербурге такой значок, поэтому... Поэтому вот. Салон примерно такой же, как и в московском, в принципе. Ничем вроде как... Ну, отличается, конечно, но, в принципе, такое же белое. Поэтому вот. Кабина нормальная, в принципе, солидно очень даже. И вот здесь уже другие звуки у двери. Открывание дверей тут другое. И, повторюсь, так же, уведомление, все точно так же работает. Давайте сейчас... Так, давайте сейчас попадем внутрь. Ну и, в принципе, вот такое у нас внутри находится. Вот примерно... Сейчас у меня подлагает. Я сейчас зашел случайно в чужой. Ну, в общем, вот. Как-то так. Далее. Что у нас идет? Дальше у нас идет Яуза вроде бы, если они... Да. Яуза 81720. Вот так вот он выглядит. Уже, кстати, посолиднее, между прочим. Вот только я не знаю, он в Москве ездит или где-то в каком-то еще городе. По крайней мере, в Москве я его вот не видел. Точно не могу сказать. И, в принципе, вот так он выглядит. И все точно так же. И двери, кстати, уже тоже другие звуки других. Так, мне что-то сейчас часто стало лагать. Ну-ка, не лагай. И, в общем-то, вот такой вот салончик. Все проработано, в принципе. Ой-ой-ой. А, уже темнеет. И, кстати, прикиньте, как оно освещает. Вот это АК, вроде как. Она прям вообще клево освещает. Ну что, идем дальше. Дальше у нас... Ну, мне кажется, вот на этом все катались. Ну, у кого в городе есть метро, вот на таких точно все катались. Вот прям... Ну, это классика. Так, вот такой салончик. Да, да, это, в принципе, вот этот самый такой, самый первый, такой древний, можно так сказать. Не в обиду, конечно, но просто, можно так сказать. Так. Ну, кстати, вот только я не знаю, почему здесь дверь открыта, и я не знаю, закрыть ли ее можно или нет. В общем, как-то так. Салончик такой древний, можно сказать, и поэтому вот. Так. В принципе, как-то вот так выглядит. Панелька все то же самое, поэтому вот. Так, давайте посмотрим, как тут салончик поживает. Салончик крутой. И, кстати, звуки прям здесь очень клевые. То есть, когда вы установите этот мод, еще раз повторюсь, набираем 20 лайков, и я выкладываю мод, то, ну, как скачать его, то вы послушайте эти звуки, и это очень круто. Это реально как в метро. А, кстати, я забыл дверь открыть. Так, секундочку. Открываем двери. И здесь тоже новые звуки добавляются уже. Вот, в принципе, примерно как-то так. Далее, что у нас идет? Далее у нас идет еще один в Москве, похоже, скорее всего. Точно такой же салон, как и там, в принципе. Тоже дверь такая же открыта, в принципе, ничем не отличается. тоже точно такая же самая станция, только тут, правда, не на всех метро есть, где можно изменять место прибытия, но ничего страшного, в принципе. Поэтому вот. Так. Вот так он, кстати, выглядит, поезда метро. Вот так, со стороны. Очень круто. Так. И вот такой уже салончик. А, я опять забыл дверь открыть. Закрыть-то я закрою. открыть-то. Ну, звуки точно такие же, как и вот этого метро. Но они, в принципе, одинаковые. Они, в принципе, одинаковые, поэтому вот. Далее, у нас слово идёт ОК, только уже в другой версии. Всё точно так же, в принципе. И, ого, как освещает. Я первый раз вижу. Ничего себе. Нормально, в принципе, так-то да. Так, что, как у нас со стороны выглядит? Со стороны вообще имба. Вот реально. Это супер. Так, что у нас здесь точно так же, и здесь станции тоже нельзя менять. И уведомления, всё как и в прошлом, всё одно и то же. А, опять забыл дверь закрыть. Открыть точнее. И вот так он выглядит. И как бы да. Точнее, реально, не могу сказать, катался я вот на таком ещё даже. Потому что с открытыми, как я помню, я только катался в Москве. То есть, вот этот, который Москва называется. По крайней мере, в моде он так называется. Не знаю, как там, но, который вот этот вот, который первый. Короче, катался я, хотя нет, вот на этом я катался. Да, да, да. Вот на этом, вот на этом, вот на этом я катался. Вот на этом. И... всё, наверное. Вот на этом я не катался. Поэтому вот. И давайте салончик посмотрим. Салончик вот так выглядит. И такой же. Вот на этом, вот такой же раскраски я не катался. А вот в обычной я, да, раскраски катался. Кстати, прикольно на самом деле. Дальше у нас идёт новый, так сказать, метро и кстати сейчас я вам покажу как полный список метро сейчас вы все посмотрите так вот такой вот значит так господи салон и тут уже кстати двери закрыты на удивление и тут кстати две двери три даже ничего себе нормально нормально в принципе и вот такая старенькая кабина так сказать и поэтому вот тут у нас тоже можно изменять место прибытия уведомление точно так же и вот так давайте посмотрим а и звуки точно такие же как и у тех которые которые я показывал старик старые кабины короче древние может так сказать но еще раз повторюсь это не в обиду вот и салон и кстати на удивление салон реально меняется то есть типа не все одно и то же вот реально если вы сравните то тут вообще все разное так и напоследок у нас остается грузовой я вот таких вообще не видел никогда и вот так он выглядит вот здесь пройтись то вот так он выглядит прикольно на самом деле и давайте посмотрим как тут да кстати вот все точно так же все точно так же открываем двери кстати здесь двери открывается что-то тихо а они очень не открывается ясно так интересно до информатор тоже так же говорит ничего себе прикольно дверь также открыто и принципе все одно и то же все принципе одно и то же поэтому вот надеюсь что вам этот ролик понравился и кстати да на минуту . об и весь список метро который тут есть я поставил они все потому что слагает и как бы да в общем хотите посмотрите вот вот так оно все выглядит так сказать максимально много я поставил которые тут есть поэтому вот как мы могли заметить и как бы да да еще раз еще раз так сказать попрошу написать комментариях если у вас метро и если да то нравится она вам или нет бог в общем вот я еще раз повторюсь живу в городе небольшом прям вообще небольшом поэтому вот как то так ну вот надеюсь все вам такой видосик понравился надеюсь вы оцените виде лайка подписки на канал на связи был я мальчик так сказать у микрофона точнее если говорить но и не забывайте подписываться на канал ставить лайки это будет очень круто для меня потому что мне есть цель до конца лета до конца лета набрать 1000 подписчиков очень надеюсь на вас поэтому просто прожмите лайк и подписку на канал ну я пошел для вас записывать новые видео всем удачи всем пока и да кстати еще небольшой по скрипту так сказать ps если вы хотите поддержать канал то самый лучший способ это мне задонатить донат от 1 рубля поэтому и да все попадаются ролик поэтому если ты хочешь попасть в следующий из роликов то может задонатить мне я никого не заставляю просто это поддержка так сказать поэтому вот и да я еще кстати создал бусти там я буду выкладывать секретные видео если вы хотите посмотреть секретные видео то переходите по ссылке в описании и закрепленный комментарий там я все рассказываю в принципе мы пока что еще ролик не загрузил поэтому вот держу вас курсе а также чтобы держать вас курсе всех событий новостей и прочего прочего другого подпишитесь на мой телеграм-канал ссылка на него также остается в описании ну и все полезные ссылки тоже находятся в описании так что все теперь точно все но микрофона был я мальчик всем удачи всем пока